Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим жуткий обзор на легендарный мужицкий фонарик от фирмы Convoy, купленный на Алиэкспресс. Фонарь куплен в официальном магазине Convoy на Алиэкспресс за 1000 рублей. Заказывая здесь, мы получаем 100% оригинальный фонарик, а также имеем возможность выбрать необходимую конфигурацию, а именно мощность драйвера и теплоту света светодиода. Фонарь модели S2 Plus является карманным фонарём для использования в помещениях или в городских условиях. Конус рассеивания света здесь довольно широкий, то есть дистанция работы будет ближняя и средняя. Корпус изготовлен из толстого анодированного алюминия. Да, реально толстого. По поверхности сделаны довольно резкие насечки, и фонарь хорошо лежит в руке. Вес без аккумулятора составляет 75 грамм. Корпус имеет два резьбовых разъёма, оба уплотнены резиновым кольцом. Ответная часть под кольцо полированная. Резинка по умолчанию смазана, думаю силиконовой смазкой. Что как бы намекает на герметичность данного фонарика. Светодиодный драйвер имеет защиту от переполюсовки, то есть плюс и минус перепутать не страшно. Минимальное напряжение работы составляет 3 вольта, что можно назвать защитой от переразрядки аккумулятора. О разрядившемся аккумуляторе фонарь сообщит вам тусклым мерцанием. То есть здесь можно абсолютно спокойно использовать незащищённые аккумуляторы формата 18650. И не беспокоиться о том, что фонарик превратится в ручную гранату. Одно важное замечание. Минимальное напряжение работы здесь 3 вольта, а литиевый аккумулятор можно разрядить до 2,5 вольт. Чтобы аккумулятор работал на максимальную ёмкость, нужен аккумулятор с крутой характеристикой разряда, который после 3 вольт уже можно считать разряженным. Таковыми являются аккумуляторы от фирмы Саньо. Я тоже брал их на алиэкспрессе и измерял ёмкость, продавец оказался честным, ёмкость совпадает. Ссылку вам тоже оставлю. Кстати, анодировка корпуса служит защитой от случайного включения в кармане. Вот смотрите, я слегка отвинчиваю заднюю часть, и фонарик уже не светит. Также от случайного нажатия защищает полукольцевой бортик вокруг кнопки, на которой фонарь можно поставить в вертикальном положении. Ещё одной особенностью драйвера является возможность переключения между наборами режимов, чего вам так сильно не хватало в обычных дешёвых китайских фонарях. Режимы, как обычно, переключаются полным нажатием, либо полунажатием на кнопку. Вот стандартный набор китайских фонарей. Слабый, средний, максимальный, далее строба и сос. Строба и сос нужны не всегда, поэтому их можно убрать из списка. Включаем фонарь на минимальном режиме и ждём пару секунд. Свет должен моргнуть. И сразу выключаем фонарь. Добро пожаловать в новый набор режимов. Слабый, средний и сильный. Ненужного стробососа больше нету. Ещё одна крутая функция. Если не менять режим в течение трёх секунд после его выбора, то фонарь его запомнит и активирует автоматически при следующем включении фонаря. Также выбранный режим блокируется от случайного переключения. Для переключения надо прижать кнопку два раза. Дешёвые фонари при включении сразу меняют режим на следующий. Свет фонаря засвечивает фосфорицирующее колечко около отражателя, которое потом продолжает светиться в темноте. Тест яркости фонарика в пределах комнаты. Баланс белого и яркость камеры настроены примерно так, как я вижу всё своими глазами. Минимальный режим. Использование в пределах квартиры более мощных режимов уже становится немного некомфортным, потому что фонарь всё-таки очень яркий и начинает буквально слепить отражённым светом. Теперь тест в ночном подъезде. Минимальный режим обеспечивает полную видимость на достаточной длине. А на максимальном режиме можно спокойно проследить все девять этажей. Вот в сравнении с большим дешёвым фонарём из прошлого обзора. Конвой светит ярче, даже с более тёплым оттенком. То оно и понятно, драйвер-то мощнее. Благодаря хитрому отражателю фонарь имеет широкую область со средней яркостью и центральную область с максимальной. То есть при использовании на открытом пространстве мы получаем мягко освещенную периферию и яркое дальнобойное пятно в центре. Получается, одновременно освещается то, что далеко впереди, и то, что прямо под ногами. Это здорово. Такой фонарь просто идеален для крепления на велосипед. Благо китайские крепления по цене как шаурма. Думаю, на этом обзор можно закончить и пойти тестировать фонарь на прочность. Первый тест будет классическим водяным столбом высотой 2 метра, что имитирует погружение фонарика на 2 метра под воду. Конвой провалялся на дне трубы почти весь день. Откроем, посмотрим, как он там поживает. И, конечно же, здесь сухо. Если дешёвые китайские фонари из прошлого обзора справились, то здесь можно было даже не беспокоиться. Теперь повторим кадры из описания фонарика на Алиэкспресс, то есть вморозим фонарик в лёд. Этот тест особо ничего не показывает, но зато очень эффектно смотрится. Я специально сделал заранее небольшую подложку изо льда, чтобы фонарик был в центре льдины, если не будет сильно нагреваться. Режим света стоит минимальный. Заливаем и оставляем в морозилке до самого утра. Всё, фонарик в мороженую льдину и продолжает светиться. Внимательный осмотр показал, что фонарик всё-таки проплавил себе путь к дну миски через лёд, так как он всё-таки тяжелее воды и немного нагревался при работе, не давая воде полностью замёрзнуть. Но даже в мороженый в кусок льда этот фонарик продолжает выполнять свою функцию и используется как фонарь. Ну что, теперь давайте его достанем. И в этом мне поможет тактический томогавк, кстати, тоже купленный на Алиэкспрессе в подарок самому себе на Новый год. Ссылку оставлю в описании под видео. Конвой весь обледенел. Но я думаю, что такой тест больше опасен для аккумулятора, чем для фонаря. Как-никак, температура у меня в морозилке составляет ровно минус 20 градусов, а на слабом режиме аккумулятор не сможет сам себя сильно согревать. Теперь проверим анодированное покрытие в простейшей жизненной ситуации. Карман с ключами. После интенсивного царапания ключом для замка с личинкой, на покрытии не осталось ни следа. Но вот такой ключ с острыми гранями всё-таки содрало надировку. Линза, кстати, стеклянная, и поцарапать её металлом ключа, ну, просто невозможно. Тест очень утрированный, так что карман с ключами фонарю вообще не страшен. Правда, добавив немного агрессии, можно содрать насечку. Говорят, что этот фонарик очень прочный, об этом можно догадаться по сильно утопленному в толстый бортик стеклу, а также по наличию двух пружин. Для начала испытаем несколько жизненных ситуаций, таких как, например, падение на твёрдое покрытие. Также в жизни фонарь может запросто упасть и скатиться с бетонной лестницы. И случилось то, чего вы, скорее всего, ждали. Фонарь сорвался с лестницы и полетел вниз. Пролетев около пяти этажей, он ударился о перила. Страшный удар пришёлся прямо на переднюю часть и оставил большую вмятину. Стекло, к сожалению, не выдержало удара. Но фонарик всё ещё работает. Я так понял, что это не линза, а обычное ровное стекло, потому что без неё фонарик работает ничуть не хуже. Так что можно вырезать кругляшок из поликарбоната, и тогда фонарик будет вообще неубиваемый. И такой штуковиной можно спокойно забивать гвозди. Перейдём к тому, как выбрать фонарик. Что касается тока потребления, то это зависит от драйвера. Я себе взял драйвер 7135X4 с максимальным током почти полтора ампера. В тёплом помещении на максимальной яркости фонарь с таким драйвером нагревается до 47 градусов за 10 минут. Аккумулятор нагрелся до 42 градусов, что является верхним пределом для аккумуляторов этого формата. То есть для тёплых помещений этот вариант подходит прямо впритык. Использованием более мощных драйверов на максимальных режимах яркости в помещениях лучше пренебрегать, и брать такие световые пушки только для использования на улице. Да и вообще, мне кажется, что с самым мощным драйвером на максимальной яркости можно просто выжать глаза, так как мой фонарь уже нехило так слепит. А что будет на почти 3 амперах, мне честно даже страшно себе представить. Что касается теплоты света светодиода, то для работы на больших дистанциях лучше брать самый холодный белый. Он наиболее контрастный. Это конфигурация 1А. Для помещений лучше брать нейтральный или дневной белый, то есть 3Б и выше. У меня, кстати, как раз 3Б. Если фонарик задуман для ночных прогулок по лесу и парку, то лучше взять ещё более тёплый свет. Так растительность будет выглядеть более привычно и комфортно для глаз. Вывод. Фонарь действительно крут и надёжен. По надёжности с ним может сравниться только рейс-шины Ленинград. Хотя куда ему до неё. Умный продуманный драйвер с мощностью, которую вы можете выбрать сами. Это реально круто. Ну и конечно, данный фонарик будет отличным подарком на 23 февраля, как самому себе, так и кому-нибудь ещё. Кстати, если вам интересно, я могу взять себе более мощный конвой с системой фокусировки и снять про него такой же подробный обзорчик. Спасибо за внимание, с вами был Алекс Гайвер, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова